Привет всем неунывающим и зажигающим! Привет студентам и тем, кто только собирается вступить в наши ряды! Это программа «Альма-Матер» и я, Михаил Коробицкий и Анна Аксенова. Мы начинаем! Миша, ты знаешь, чего боится студент больше всего? Очень сложный вопрос. Ясное дело, сессия. Хорошо, а чего боится студент-выпускник? Даю подсказку, выпускник-бюджетник. Ремня боится? Ну, Миш, ну какого ремня? Распределение он боится. А, точно. Распределение пугает многих. Но тут как посмотреть. Вот ты знала, что Беларусь – это единственная страна на постсоветском пространстве, где вообще распределяют выпускников. И мы тут ноем. Вдруг в деревню отправят. Между прочим, многие студенты из соседних стран только мечтают, чтобы им нашли место работы. Да еще и льгот, как молодым специалистам дали. А так, дали диплом. И иди ищи работу. И попробуй-ка еще найди. Кто мечтает о распределении и можно ли от него отвертеться – об этом наш сюжет. Распределение как лотерея. Здесь у кабинета ректора выпускники надеются, что их билет на первое рабочее место окажется удачным. Надеемся, что распределят на хорошее место работы. Желательно в Могилеве, возможно, в ВУЗе. Мы опасаемся каких-то неожиданностей. Например? Например, вдруг распределение куда-нибудь далеко от мужа. В Могилевском госуниверситете имени Аркадия Кулешова в этом году распределение получит 340 будущих педагогов. Но тут не скрывают – эти выпускники закроют лишь половину учительских вакансий. Самый большой спрос – на воспитателей детских садов. А таких выпускников в МГУ всего одна группа. Мы поразумелище, что будем спробовать по махчимости, пропоновывать выпускникам не обоисково дошкольного факультета, дошкольного выхования, а и выпускникам инших факультетов. Ну, в первую чергу педагогичного. По годилища, ну, невеликая колька студентов, повезти, працевать у садки. На учителей иностранных языков тоже спрос большой. Только в отличие от дашваковцев, выпускники инъязы на свои первые рабочие места идут охотно. А вот учителя-историки на рынке труда спросом не пользуются. Во всей области для них всего 16 вакансий. Конечно, от распределения можно и отказаться, если возместить государству средства, потраченные на свою учебу. Правда, желающих это сделать – единицы. Ведь за годы обучения на некоторых специальностях выплатить придется до 200 миллионов рублей. Впрочем, находятся и те, кто, даже отучившись на платном, просит о распределении. Куда не охотнее студенты соглашаются работать в сельской местности. В этом году туда распределят больше половины бюджетников МГУ. Это две сотни человек. Два года назад президентский стипендиат, обладательница красного диплома Светлана Соколова, тоже распределилась в деревню. Направление в деревню Мосток Могилевского района девушку поначалу напугало. Когда мне предложили контракт за три года, я сразу испугалась. Я говорю, надо сначала два года проработать. Но результаты работы молодой талантливой учительницы не заставили себя ждать. На районной олимпиаде по французскому языку из четырех детей, которые она готовила к олимпиаде, трое учащихся получили степенные дипломы. Срок отработки Светланы заканчивается, но она планирует остаться в сельской школе. Я могу реализовать себя в полной мере в этой профессии, потому что есть и дети, с которыми мы работаем, с которыми можно получать и дипломы на олимпиадах, и которые хотят и сами желают получать высокие знания. Светлана уверена, главное не место, а люди, с которыми работаешь. Распределение всего лишь старт. Как сложится карьера, распределит сама жизнь. А я вот считаю, что распределять деревню нужно обязательно. Ты посмотри, какие там детки старательные. Им ведь тоже нужны и качественное образование, но и симпатичные инициативные учительницы тоже. Вот тут я с тобой согласна. Главное, не где работаешь, а как. Ведь и в городе можно вкалывать и жизни не видеть, а можно и в деревне работать и получать удовольствие. Где в представлении студентов работать хорошо? Альма-Матер узнала. Распределение всегда волнительно. Вот если бы можно было устроиться туда, куда душа пожелает. Мы попробуем узнать у наших студентов, где бы они мечтали работать, и почему их так пугает распределение в города и села. Ну, там, кроме операторов машинного доения, профессий нет. На самом деле в селе же очень много профессий. Если бы вы туда попали, какой был? Съезда и сварщик там. Очень много, конечно, хороших профессий, но большинство из них настолько высокооплачиваемое, что только в селе и жить можно. А чего бояться? Везде люди хороши. Ну, это исключено. Ну, нет, не особо хотела бы я. Хорошо, а почему? Ну, как-то хочется карьерно расти, что ли. А в деревнях, ну, как-то они сейчас вымирают, и поэтому... А если, допустим, мелкие города? Ну, есть достойные мелкие города. Вполне можно туда отправиться. Ну, какой-нибудь хороший агрогородок можно было бы, конечно. А почему? С хорошими условиями. Куда? Ну, это сложно сказать, конечно. Ну, все сейчас срвутся в столицу. Люблю город. Люблю движение, жизнь. Ну, если бы так случилось, ты бы остался там хотя бы на какой-то промежуток времени, там, карьерный рост, или ты бы вернулась в город. Ну, на какой-то промежуток времени, да, но не на совсем. Потому что там мало перспектив и неразвитая инфраструктура. Ну, знаете, для меня как-то лучше село, потому что люблю жить на природе. А почему? Ну, я как бы вырос в деревне, да и как-то выбирал между городом и деревней. Ну, мне больше нравится деревня. Я была бы не против. То есть вы бы остались там жить? Хорошо. А вот почему? Ну, везде как бы люди хорошие, здесь перспектива. Предпочитаю город, конечно. Да, город. Город. А вы попали в село. Вы там останетесь и продолжите карьерный рост, либо переедете обратно? Если это практика, то есть производственная, конечно, да, придется отработать, так как это государственная важность. То есть это наша, ну, идет эта важная отработка. А так хотелось бы в город, конечно. А я вот думаю, лучшая профессия для девушки это повар. Приходит муж домой, а там все наготовлено, как в лучших ресторанах Парижа. Размечтался. Повара так устают на работе, что дома им не до изысков. Так можно и без изысков. Главное, чтобы вкусно было. Вкусно, говоришь? Есть у меня на примете студентка, начинающий повар. Готовит. Пальчики оближешь. А недавно она еще победила в первом Беларуси конкурсе «Хочу стать шеф-поваром». То, что нужно. Симпатичная хоть? А то. Может, познакомишь? Запросто. Плох тот повар, который не мечтает стать шеф-поваром. Хочу стать шеф-поваром. Могилевская студентка заявила об этом на всю страну и стала лучшей. Впервые в Беларуси в рамках международного форума состоялся конкурс «Хочу стать шеф-поваром». Среди сотни претендентов из разных уголков страны лучшей на этом престижном кулинарном состязании стала наша землячка, студентка Могилевского университета продовольствия Анастасия Колосова. После серьезного отбора в финал конкурса вышли всего 12 участниц. 8 из них стали прямыми конкурентами могилевчанки. Стояла задача приготовить горячее блюдо белорусской кухни. Набор продуктов заранее неизвестен. Пришлось импровизировать. Ну, я сразу решила, что я буду запекать свинину. И чем? Какое еще может быть белорусское более блюдо, если не свинина, яблоки и клюква? Эти компоненты позволили подчеркнуть вкус свинины, придать ему особую, так скажем, не изюминку, а клюквинку, да? Как сейчас очень модна, так скажем, тенденция и рекомендации по раздельному питанию, да? То есть белки отдельно, легко усвояемые углеводы отдельно, то и эта, так скажем, основная тенденция в современном питании была Настей соблюдена. Блюдо Анастасии и кислое, и сладкое, и соленое одновременно, что и ново, и традиционно для белорусской кухни. А вот соперники могилевчанки пошли по проверенному пути. Жарили драники с мясом, запекали рыбу, делали стейки. Соперники мои, они тоже выбрали свинину, но они жарили стейки, то есть порционные куски. Ну, я, конечно, могла бы проиграть в том, чтобы крупный кусок запекала, но вот жюри понравилось это, то, что мясо получилось сочное. Итак, вот он, рецепт блюда, которое принесло победу Анастасии. Берем свиную корейку, солим, перчим, оставляем промариноваться. Для соуса берем клюкву, ее необходимо растереть, добавляем немного воды, кипятим пару минут. Пока соус остывает, чистим яблоки. После жарим свинину до золотистой корочки. После чего отправляем ее в духовку. Очищенные яблоки солим, добавляем перец и жарим на сковородке до румяной корочки. Готовое мясо и яблоки выкладываем на тарелку. Ну вот и все, блюдо наше готово. Приятного аппетита! Такой простой рецепт под силу любому студенту. Сытно и очень вкусно. Кстати, любовь к готовке у Анастасии с рождения. Ее мама тоже повар. Бабушка из скромного запаса продуктов умудрялась накормить всю семью. И Анастасия на свою профессию смотрит без иллюзий. Трудная работа, монотонная. Вообще, шеф-повар по сути не только художник, но еще и менеджер, управленец. Это колоссальная ответственность. Ну и, конечно же, это талант. Теперь талантливую выпускницу ждет работа в Минске, в одном из лучших ресторанов страны, который, кстати, будет принимать гостей чемпионата мира по хоккею. Вот эта девушка голодным не оставит. А то карьеристки одни вокруг. То менеджеры, то финансисты. Миш, все профессии хороши. А тебе лишь бы барщик готовила. И погорячее. Ах, любишь погорячее. Так тебе девушка сварщица нужна. Кто-кто? Прости, сварщица? Именно. Покажи хоть одну. Нашла специально для тебя. И даже не одну. Девушки, огонь. Прическа, стильный мейкап и аккуратный маникюр. Как думаете, где учатся эти барышни? Ни за что не поверите. Это специальность оборудования и технология сварочного производства в Могилевском государственном политехническом колледже. Вот и хотят тут учиться не только мальчики, но и девочки. О том, что я пойду учиться на сварку, я знала уже давно, потому что мне как бы хотелось учиться больше на технической специальности, хотелось чего-то интересного, более такого необычного. А сварка это одна из самых, скажем так, престижных технических специальностей, самых распространенных и востребованных. Виктория на путь истинный направили родители, мол, для будущего хороший старт. Пойду учиться дальше, осваивать специальности больше, шире, скажем так. Девчонки на сварке, конечно, явление необычное и не всегда частое. Специальность ведь нелегкая, требует максимальной концентрации внимания и осторожности. Попробуй-ка поработай так под напряжением в мастерской. Я знала, что сварщиком я не буду, я буду техник-технолог или же дефектоскопист, инженер, если пойду дальше учиться, а я пойду учиться дальше. Для целой группы две представительницы прекрасного пола уже роскошь, говорят в колледже. Илона, например, вообще единственная девушка в своей группе, но от этого признаются только плюсы. Я привыкла к мужскому вниманию, но они мне помогают всегда во всем, ну, очень удобно. А вот Юля, сварщица-начинающая, второй курс. Сегодня у нее первая лабораторная, девушка держится уверенно. На первом курсе мы проходили общепроизводительные предметы, с кураторами занималась техническим творчеством. Вот поэтому я выбрала эту профессию. После получения диплома у выпускников есть выбор пойти работать на завод по распределению, кстати, таких специалистов с руками забирают, либо продолжить обучение в ВУЗе. В большинстве девчонки выбирают второй вариант, а далее возможности трудоустройства масса, инженерам, техникам или дефектоскопистам. Согласитесь, эти хрупкие и милые девушки заслуживают уважения. Своим примером они доказывают, у сварки есть и женское лицо. Вот это да! Вот это железная леди! Аня, я сражен. То ли еще будет. В следующем выпуске я снова обещаю тебя удивить. Интригантка! Ну а на сегодня у нас все. О самых интересных событиях студенческой жизни Альмамата расскажет ровно через две недели. Время пролетит и глазом моргнуть не успеете. И мы снова встретимся здесь, на Беларусь 2. Всем пока!